Жителями Магаданского заречья можно назвать всех тех, кто обитает за транспортной. Людей, живущих и работающих на сопке, уже как месяц чуть ли не отрезало от города. Привычными дорогами, по которым они ездили до дома и работы, они передвигаться не могут. Приходится выбирать объездные безопасные пути. Две недели назад, до снега, мы показывали, как льет на западной. Люди тогда уже говорили, что их дома подтапливает. Наступит холода, вместо ручьев будет каток. Приехали, сказали, что забита канава, вы чистите, у нас нет техники. И все, развернулись и уехали. Это вот сейчас заморозков нет. А заморозки пойдут, вы представляете, что эта нали вся поползет вниз. Как бы хорошего мало. Мало того, что меня затопит всего. И по улице здесь, ну просто никто не проедет. А зимой копать это все в разы дороже и дольше все будет. Так и произошло. Только сейчас подобная картина не только на той улице, а на всех, что идут с сопки. Западная, заводская, железнодорожная, верхняя, транспортные переулки. И вся вода, что бежит сверху, вытекает на основную дорогу, если не успевает замерзнуть. Уважаемые домовладельцы, в целях обеспечения надлежащего поддержания уровня благоустройства и санитарно-технического состояния территории частного сектора, А дальше текста не видно, потому что эту табличку уже давно поломали. А все из-за того, что ни о каком благоустройстве на улице железнодорожной речи нет. Теперь что железнодорожная, что заводская – один сплошной каток. Проехать по этим дорогам решается лишь самый отважный. И исключительно на больших колесах. Идти пешком чревато для здоровья. Когда наледь начала образовываться, выносила мусор, и палка поехала на льду, и я упала. Ну, до сих пор я уже цвету, отцветаю, как говорится. Синяк на весь бок. Это счастье, что я ребра не поломала, что у меня целые ребра остались. Как передвигаться в таких условиях, жильцы не знают. И как ездить, тоже недоумевают. На дорогу жалуемся, что ни проехать, ни пройти. В болотные сапоги не оденешь. По колено здесь воды. В город не выйти, в больницу не пройти, никуда не выйти. Самолеты пусть тогда нам обеспечивают. На вертолетах будем летать в город. Как рассказала нам Татьяна, сын звонил в мэрию, просил принять меры. Расчистить дорогу, устранить течь. Заявку приняли, объяснили, что это грунтовые воды. Но это никак не грунтовые воды. Грунтовые воды совсем по-другому идут. Они постепенно наслаиваются. А там идет под давлением вода. В августе не было ручья. А потек он где-то в конце сентября. Мне кажется, что эта вода идет... Там труба есть, которая идет с водохранилища, выше первоверхней. И вот эта труба, она прогнила, оттуда идет течь. А никто ее не ремонтирует, не смотрит. Там, наверное, ее никогда не обходили, эту трубу. Вот оттуда идет течь. А нам говорят, что это грунтовые воды. Какие же грунтовые воды, когда мороз на дворе. Уже вся вода ушла в землю. А вода-то вон прет и прет. Люди в этом частном секторе считают себя оторванными от города, забытыми и заброшенными. А теперь хочется по скриптам. С экрана телевизора мы видим выступления, в которых нам говорят, что нам дорог каждый колымчанин. Но вот как-то слова расходятся с делом. Получается, не то, что один колымчанин не нужен. Целый район нам не нужен. Пенсионеров мы оставили без возможности выйти за продуктами, вызвать себе скорую. Такси сюда не подъезжает. Но если вам, дорогие колымчане, организуйте тогда подвоз хлеба, продуктов и так далее. На соседней улице по третьему транспортному переулку около Магадан-Фармацеи все то же самое. Источник протечки здесь засняли. Льется из канализационного люка. Найден источник и на втором транспортном переулке. Вот, смотрите, значит, вот этот исток ежегодно у нас проходит. То ли это грунтовые воды, то ли это водогонал или теплосеть. Может быть, здесь источник тальских вод, я не знаю. Но каждый год этот ручею появляется здесь. И протекает, протекает. Но такого катаклизма, как в этом году, никогда не было. Машины просто ломаются. Ломают подвески, городские службы, скорой помощи ломают. Частные машины, которые к нам подъезжают. То есть власть должна содержать дорогу в каком-то надлежащем состоянии. Но никто, ничего, никак и нигде. Поэтому мы уже вынуждены вас пригласить. И, может быть, как-то услышат нас. Расскажите, куда вы обращались? Мы в дежурную по мэрии обращались. В ГЛУТ обращались. Ну, видите, и обращались. Что они вам говорят? А ничего не говорят. Ничего. Принимают звонки и ничего не говорят. Ну, то есть реакции никакой. Единственное, мэр прореагировал, потому что, говорят, копаю, что хоть на дорогу не пошел. Вот единственное, кто отреагировал, это мэр города. Дальше как-то тишина. Что делать, как делать. Это мы показали, давайте спустимся вниз, все-таки покажем, во что этот ручеек превращается. Внизу у транспортной дорога вообще не похожа на проезжую часть. По колее не проедешь, сносят в ямы. А они такие, что любая легковая машина в них застрянет. Сидят в них зачастую и полноприводные, и внедорожники. Вот, смотрите, сняли мы маленький ручеечек. И с этого маленького ручеечка вот что получается. Машины уже с правой стороны, с дороги, уже не решаются сюда заезжать. Потому что здесь всю ночь здесь стоял и скалает. Просто мертвый попал в ямку и стоял. Поэтому вот с утра редко кто решается сюда заехать. Машины скорой помощи ломают здесь, подвески. Частные машины тоже, как вы видели, еле едут. Поэтому что-то надо делать. Может, этот репортаж поможет нашим гостям что-то все-таки начать делать. То, о чем говорил Виктор, что на транспортной сделал мэр, видно на видео из телеграм-канала главы города. Дело было на минувших выходных. Вот у нас по транспортной воде идет. Это с самого верха. Попробуем ее отрезать. Сделать бровочку. И пустить ее хоть по краю. Ну, результат уже видим. Уже вода по краю идет. Сейчас на несколько раз пройдемся. Потом результат сниму. Результат-то сняли, как убрали воду с дороги. А как она течет с сопки по всем переулкам, ведущим к транспортной, никто не снимает. Кроме телевидения. И самих жителей этого микрорайона. Первая верхняя 25. Ситуация на подъеме. изменяется с каждым днем все более и более худшую сторону. Несмотря на все обращения, на неоднократные, уже не первый день, уже не первую неделю обращения к властям, к ГЛУДу, написанные заявления, просьбы, звонки дежурному по городу ЕДС, при ежедневном обращении в ЦУР. Несмотря на все это, ситуация не меняется. В лучшую сторону. С каждым днем наледь нарастает. Анна Корнетова, Артем Булгару. Специально для Карибу. Артем Булгару, Артем Булгару.